привет исследователи это исследователь кусочки осмотрел прямого эфира груденина естественная его не поддерживают да нафиг не нужна никому это поддержка все кандидаты лишь свою выгоду получают но деньги зарабатывать что-то еще и вообще нет смысла выбирать какого-либо человека идеального потому что зачем тебе какой-то человек чтобы ты там пошел решил какую-то проблему какой-то вот с жильем здесь они обсуждали если ты сам можешь ты должен все проблемы решать сам ну или иметь возможность какие-то деньги либо кто-то со стороны если ты стал инвалидом помочь если некое лицо государство фиг знает кто естественно это лишний посредник в любом случае но это к другой в другой теме я бы обсудил но хотел обязательно сделать такое вступление потому что но все вот люди сидят типа вот царь ну не царь там президент как угодно выбираем ты хороший порядочный потом дай нам квартиру да есть основной набор должен быть у всех без прошений вот в этом суть поэтому пофиг кто там сидит вообще никаких царей не должно быть но что этим роликом хотел я показать что совершенно неграмотные все я тоже дофига чего не знаю сразу говорю но можно взять просто прочитать вот сидели люди в стримах говорили революция 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 ну и раньше я четко не знал мы-то вроде какой-то в семнадцатом году люди собрались сменился строй но на самом деле революция это резкий скачок развития к лучшему в развитии даже к лучшему понимаете понять это можно сразу не по прошедшей какого когда проходит какое-то время по прошедшие сразу не понять потому что вроде название сменились лучше хуже хер ты поймешь хотя это четко можно определить по параметрам там если были люди них беднота больше прав появилась права которые не отобрать в общем можно это вполне четко определить по параметрам не спрашивать человека лучше жизнь хуже а ну по капиталу там с соседними странами сравнить резкий скачок развития к лучшему и только такое понятие здесь ни при чем война кровь не кровь быстрая медленная и бунт мятеж это кратковременный недовольные люди там народ строем пытаются строй сменить но в основном это не получается это будут подавляют и все остается хотя я как почитал опять же перед роликом обязательно залез и почитал значение слов что люди вкладывают но не те кто говорят не понимают а именно кто вот смысл слов что результате бунта может строй смениться как бы вот эти вот какой-то царь сидел его прогнали там несколько примеров есть на википедии прогнали но в итоге например остается такой же пример настрой ничего не улучшается поэтому вот это и называется бунт мятеж но теперь давайте послушаем груденин совершенно по-другому объяснил но это принесет такие страдания нашему народу и от страны ничего не останется вот я просто вижу что результате мы потеряли Советский Союз в этом может быть в чем-то не согласен с тем почему какие-то что мы построили вот этот вот Екатеринбургий центр я человек который поправ закон который применил против парламента действующего вооружение какое-то я вообще его считать я оценку ему нужно давать сейчас все пытаются оценку дать там Сталину еще кому-то надо сейчас дать оценку тем которые были вот вот но это не наш путь другое дело что много интересных вещей сказали я абсолютно с многим согласен пути реализации мы все-таки считаем что нам нужно все что угодно сделать на привести людей на выборы если там большие бюллетень страшнее пистолета вообще на самом деле ой извиняюсь я кусок затормозил тому он давал свое видение что такое бунта революция почему-то нет сейчас секунду так пошел немножко тут в сторону сам геоотечество находится в общем-то когда вы знаете какая как кто бы называл там бунтом революции но все это страшная трагедия для людей но если это состоится власть как правило приходят люди которые безразвение совести стреляют во всех подряд и потом на крови приходит власть я знаете зачем отличается от революции ну тут когда вас побеждает революции это будет учить и вывездают вот и все но это принесет такие страдания нашему народу и ралин все совершенно неверно вот насчет революции просто вот не буквы неверно я уже дал четкое определение он сказал что это куда кровь приносит что это побеждают эти из башки уже вылетела что он сказал что кто побеждает как бы разные стороны что бунтовщики это власть побеждает ну вот цари имеется ввиду сверху вот какие-то вот тип паразиты а это вот другая сторона две стороны а это побеждают народ у это все очень плохо типа революция это очень хорошо она может быть кровавой бескровной как угодно вообще неважно в суть том что она дает резкий скачок развитие потому что не давали давали развиваться и хоп вдруг произошло естественно это сразу не определить отсмотреть по параметрам независимым это просто ужас вообще как вот и в основном все такие есть вот политики в россию я заметил они слабые даже вот они не могут там не знаю открыть страницу какой-то почитать в интернет но они заняты ездят у них есть миллионы миллиарды рублей тот же самый явлинский когда ему вежливо на интервью там сказал этот яковенко на сотовижен что плохо рекламную кампанию ведете он вопил орал там сердился чё сердится я про явлинского кстати сделаю ролик и расскажу вот так вот ну что вы можете еще можно еще раз да сейчас как перемотать то революция это не трагедия для людей это резкий скачок развитие к лучшему ужас у них грамотность двойка ноль уволен блин власти как правило приходят люди которые безразвение совести стреляют во всех подряд если будет революция то к власти не надо приходить а власть останется у людей как в конституции написано власть людям принадлежат так она и должна быть у людей все все перекрутил вообще нафиг или не понимает или врет и потом на крови приходит власти а вы знаете чем получается от революции бунтовщики и революция то нет революционеры и происходит резкий скачок развития ну ладно много раз я уже повторил надеюсь запомните сама текст я не показывал найдете словари читайте словари не виннику то как считает а словари ожигово вот эти литературные словари все там четко расписано всем спасибо подписывайтесь слава революции пока все политики с ранних просто нет какие-то говнитики ну а я четкий